Друзья, здравствуйте! Поздравляю вас с Новым Годом! Совместно с компанией Т-Плюс, которая предоставила буксировочный трос 6 тонн 4,5 метра для того, чтобы разыграть между вами, моими подписчиками. Условия просты. Первое, вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал Нива 07. Второе, как можно больше, оставляем комментарии под это видео. Берем телефон и пишем комментарии, для того, чтобы потом рандомно выпало именно на вас, чтобы вы получили этот буксировочный трос. Третье, переходим в мой телеграм-канал в конце месяца, января месяца 23 года, и определим победителя. Условия просты. Телеграм-канал Нива 07. Следите, пишите мне комментарии, где мы с вами можем общаться. В конце месяца разыграем рандомно. Друзья, привет! Конец декабря. В городе Оренбурге у нас снега, можно сказать, вообще нет. Поэтому мы решили поехать с сыном на выходные в Башкирию. Это Иргизлы. У меня есть пару серий, как мы там были и летом, и в том году катались. Было интересно. Поэтому сейчас мы едем. Природа класс, погода хорошая. Вам приятного просмотра. Шаверму сейчас с чайком, что поедем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы на месте с вами, Иргизлы. Вот он наш домик. Смотрите, посуда здесь, все есть, водичка есть. То есть, все чистенько. Дом со сруба. Вот такой вот. Печка с кирпича. От нее жарит. Очень тепло, прям очень тепло жарит. Умывальничек здесь есть. Вот потолочек такой. Тепло. Сына мой уже, ну, салют. Кроватки. То есть, можно приезжать с семьей, компанией. То есть, раз-два, смотри, сколько кровати. Стол, все с дерева. Полы здесь лежат линолеум, ковер. Вот. Как и скажу, вот можно и приготовить. Также есть электроплитка. Сейчас мы все на место, ну, распакуемся. С машины все занесли. Разберем, сразу все уберем. И у нас сегодня, в принципе, оплачена баня. По ценам вот этот вот домик с человека сутки всего 500 рублей. Я считаю, этот ценник вообще отличный. Также есть рядом примерно такой же домик, но чуть-чуть побольше. 500 рублей с человека сутки. Плюс то, что вы находитесь в национальном парке Башкирии. 170 рублей. Все это выписывается, квитанция. То есть, все официально. Баня у них 500 рублей. Вот. То есть, мы приехали к компании, да, примерно. Вот 500 рублей заплатили. Уже приехали. Все тепло. Затоплено, протоплено. Все классно. Поэтому мы сейчас разбираем, отдыхаем. Вечером, возможно, поедем, покатаемся по снегу, по горам. А завтра, я думаю, какую-то программу придумаем. Группа Доброе утро. Время 9 или 8, да. Ну, смотрите, лес. И там уже дичь лазит, короче. Расскажу, как мы спали. Переночевали мы. Ну, и сразу хочу рассказать вам о плюсах и минусах проживания в этих домиках. Сын, как спал? Очень фигово. Буквально до 3-4 часов мы не спали. Были очень мокрые. Хотя мы спали вот вдали от печи. Печка стоит. Она вот уже 9 часов как не топится. Она теплая. На данный момент здесь температура хорошая. Нам ее протопили. И мы приехали, пару дровишек подкинули. То есть, если кто приедет и будет спать на верхних кроватях, вы просто пожаритесь, как шашлыки. Вот просто пожарите шашлыки. Как и сын говорит, до 4-х мы просто лежали мокрые. Мы мучились. Предложение вот к ребятам, которые это строят. Да, тут много труда. Все красиво сделано. Вентиляция. Где, ребята, вентиляция? Вот, смотрите, окна. Форточек вообще нету. Форточки. Где форточки? Должен быть приток. Должен быть отток. Сделайте вентиляцию. Была бы вентиляция, можно было бы. Открываешь дверь, становится холодно. И даже не в том, что холодно. Вот так вот дверь делаешь. Всякие мыши могут, да? Забежали, начнут тут мыши быть, там продукты. Это не дело. Дверь закрыл. Все, дышать невозможно. Очень душно, очень жарко. Поэтому, ребята, делайте вентиляцию. Вентиляцию сделаете, будет здесь все прекрасно. Что в этом помещении, что в другом помещении. Но там есть окно, которое открывается. Там воздух свежее. И помещение больше. Печка такая же. Помещение больше. Там относительно нормально. Но здесь, к сожалению, мы не выспались. Было очень-очень нам душно и жарко. Как пользоваться умывальником, да? Ну, если вы ни разу не касались, вы и знать не знаете. Умывальник. Наливает сюда водичка. Там стоит ведро. Умылся. Ведро вынес. Это так. Другой плюс. То, что... Ну, плюс и минус. Туалет на улице. Захотел. По-любому оделся. Обулся. И пошел в туалет. Долго там уже сидеть не будешь. Проверил на себе. Все делаешь быстро. Плюс и минус я вам рассказал. Это вот то, что за ночь. Сейчас мы завтракаем. Едем. Покатаемся уже на Антонову скалу съездим. Снег здесь есть. На смотровую площадку доедем. Поснимаю для вас. У нас начинается с того, что мы заехали в заснеженное поле. У нас два автомобиля. Пятидверка. Каратыш. Два самоблока. Занижение. Резина. Липучка. 215. И заводской топовый автомобиль. Без занижения. Дифференциалы свободные. Резина. Скорпион. Пирели. Заводская. 175. Да, по-моему? А, 185. Трогаемся на первой повышенной. Трогаемся на третий сигнал. Первая повышенная. Газ-палас. Принял? Принял. Первая повышенная. Вторая повышенная. Вторая повышенная. Делаем. Делаем. 5000 оборотов. Ну что? Едем, едем. В принципе, движки одинаковые. Ну, за счет резины, наверное, он. Сейчас подъедем, спросим. Скажи, почему ты нас не смог догнать? Потому что я не знаю. Я включаю первую, а мне тяги не хватает. А, у тебя тяги не хватает на первой? Хотя и резина от основы, в принципе, лысая такая, да? Давай на заниженной попробуем назад. Вот, сейчас попробуем так. На пониженной, да? Между севой мы блокируем. Пониженная. Трогаемся. Вторая пониженная. Между севой заблокированный. На третий сигнал. Мы переключились на третью пониженную. Четвертая пониженная. У нас тут тёмная пониженная. Ну, как видите, занижение, в принципе, легко вообще идёт. Я даже сейчас ехал на четвёртой пониженной. Уже видел, что я его обгоняю. Ну, так уже побалу здесь, как говорится. Снега достаточно много, чтобы покататься. Вот это вот, подурачиться здесь. То есть, в принципе, прошивка, автомобиль прошитый. Занижение, самоблоки, как-никак помогает. Ну, может быть, и резина ещё у него. То, что относительно выходит. Собирались проехать на Антонову скалу. Сын у меня за рулём. Подъём хороший. Это я снимаю с фокусом. Вторая пониженная у сына. Беже всего я заблокированный. Уверена. Стандартный Невасик. Вообще уверена легко. Иду, спускаясь вниз. Дорога такая интересная, опасная. Там, смотрите, какой обрыв. Покажу сейчас. Дорога узкая. Вот так вот будет спускаться. Сейчас, ребята. Сына, говорю, вторую пониженную. Газ не трогаешь. Потихоньку, помаленьку. Следы есть. Светодиодная балочка, да? Метр вправо от машины и всё. Так, теперь я сел в машину, что-то побегал. Вы знаете, длинно-базовый автомобиль, вот лично мой автомобиль, 215-я резина стоит. И меня с колеи в колею как-то швыряет. Сзади разъедет. У него стандартная узкая резина. Говорит, еду, я вижу, я швыряет туда-сюда. Или то, что диски аккуратнее здесь сбросить туда. Говорю, опасно по такому маршруту ехать. Вот, буквально вправо метр. По дороге прямо едем. Так, давай третий включай. Третий, понятно. Всё, вот так легче будет. Не газуй только. Всё, отлично. Добираемся вот прямо к Антонову скала. Вот там Антонову скала. Сейчас мы ближе подъедем. Покажу вам. Всё, мы въезжаем. Это КПП, контрольно-пропускной пункт, национальный парк Башкирии. Здесь вот летом сюда приезжают, и с пятницы по воскресенье здесь всё забито. Здесь очень много всяких мангальных зон вдоль леса. Все встают и отдыхают, палатки ставят. Вот, очень прикольно. Прямо свечо, как первое впечатление. На самом деле классно. Высокая гора, скала. Итак, показываю. Антоново скала. Это выглядит примерно вот так. Очень высоко, красиво. Объёмно, самое главное. Так вот смотришь. Сейчас подойдём. Внизу река белая. Всё замёрзшее. Вот примерно так. Плюс Башкирии, чистый воздух, красиво, есть снег. То есть полноценно, как положено. Зимой лежит здесь снег. Летом здесь зелено, красиво. Сюда все приезжают купаться. Это плюс офигенной Башкирии. Сюда все приезжают купаться обратно в этот подъём. Говорю, я в колейность не умещаюсь. Сейчас будет опасный подъём. И с вами поедем на смотровую площадку. Давай, снимай прям до конца. Может быть на ускоренную сделаем. Мы на второй пониженной. А меже севой у меня разблокированный. У него узкая резина, у меня широкая резина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гребёт у него, гребёт, спортивный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая пониженная у меня. Сейчас снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще экстремально. Экстремально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Справа, даже слева. Охрененный спуск. О, всё, сейчас с вами едем на смотровую площадку. Сейчас едем, покажу, смотри, какой. Затяжной подъём. Пока на повышенной едем. Но чувствуется прям тяжело-тяжело. Но интересно. И там крутой поворот. Здесь вот специально, видите, они высыпают камушками. Потому что даже вся спецтехника здесь ездит на цепях. А так интересна дорога. Так, приехали мы на смотровую площадку. Эту сторону Максютова. Ребят, ну что, ваше впечатление? В двух словах. Ну-ка. Я уже офигеваю от всего, как мы приехали сюда. То есть? И от скалы, и это. Да. Я, знаешь, как видео хочу назвать? Отдых в Башкирии. Плюсы и минусы. Плюсы, вот это плюсы большие. То, что много природы, воздух, да. Но минусы, я говорю, вот единственное, что ночью хреново вот было. У них, короче говоря, печка погасла, они замерзли. А мы от жары помирали. Итак, обзоры вам сделаю. Хотя видео у меня на канале есть. Мы здесь уже приезжали. Но это примерно смотровая площадка. Выглядит так. Сейчас видео будет с квадрокоптера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Итак, мы с вами побывали на смотровой площадке. Впечатление ваше, вот чтобы люди знали, стоит сюда ехать, не стоит. Расскажите. Нет, ехать стоит однозначно. Места красивые. И поездить можно, и посмотреть есть на что. Единственный минус, да, холодно только было, когда спали. А так, в принципе, все нормально. Но это от того, что мы не знаем структуру печки, правильно? Да. Как говорится, никакой инструкции, никто как бы ничего не сказал. Вот. Летом будет очень красиво. Летом очень. Летом, да. Летом красиво здесь. Что, сын, у тебя какие впечатления? Очень круто. Советую побывать здесь вам. Да, Башкирия. Главное, от Оренбурга. Всего 260 километров, да? Да. Летом вообще сюда, в принципе, доехать быстро можно. В зимний период можете приехать, переночевать. Ну, с разными сложностями, но удовольствие получить можно. Сейчас мы едем с вами в Максютово. Там, говорят, надо будет ехать где-то километров 20 по толстому льду. Проезжаем населенный пункт. Максютово называется. Максютово. Жизнь. Ну, деревня. Оказывается, у них нету. Труб я, по крайней мере, не вижу. Ну, и все топятся. Вот такие домики. В основном все деревянные, сосрубы. Электричество, подстанция, все стоит, есть. Как и говорю, что вот все деревни, в принципе, находятся внизу. А по бокам вот горы. Сейчас мы с вами поедем через Максютово 18 километров на водохранилище. Вот так вот спокойно гуляют лошадки. А мы заблудились. Ищем дорогу. Дорогу на Максютово. Что-то мы заблудились. И вот приехали. Спуск такой, река Белая. Якобы по ней ездят. Но большие-большие сомнения. Приехать и утонуть, как бы не хочется. А так вот, река Белая. Хотя следы есть автомобильные. Вот следы пошли автомобильные. Ну, как-то это, когда местные ничего не говорят, страшновато, да, по льду ехать. Очень. Но хотя следы, вот они есть. Не знаю. Здесь вот пылыня такая очкова. Конечно, интересно. Но, не знаю. И куда, и дорогу я тоже, как бы не знаю. Лед-то трещит. На машине, как тут ехать? А? Прыгнуть. Ну, прыгай. Да. Вот это мы попали. Так, позвонили мы в Гузель. Короче, все правильно, мы приехали. Сейчас мы спускаемся. И, говорит, вдоль реки Белая по льду, говорит, ехать, ехать, едем. Упираемся в водохранилище, говорит, там рыбаки. Так что мы на свой страх и риск выезжаем и едем. Ну, что, ребят, пожелайте нам удачи. Поедем мы по льду. Не хотелось, конечно, изначально, но говорят, что здесь ездят. Главное, никого нету. Говорят, рыбаки там. Ну, все, помчались мы. Давай поближе к берегу, наверное. Вот на этом расстоянии, если что, лебедка тебя цепану. Короче, мы не местные. И нам вообще реально очковы, ребят, сын, да? Это сердце вот так колотится. Просто понимаешь, то, что если ты провалишься, река Белая, не знаю. А так, конечно, виды, говорят, красивые. Вот мы считаем по льду. И вот, смотрите, горы какие интересные. Ну, хотим доехать хотя бы хоть одну машину увидеть. Ну, пока чуть никого мы не видим. Вообще никого не видим. Куда-то едем. Давай разворачиваться. Я чуть очко и поехали назад. Ну, никого нет. Чего мы одни едем тут? Короче, едем назад. Это не шутки, ребят. Вообще не шутки. Никого нету. Короче, сейчас мы включаем вторую пониженную. То есть... Давай, снимай. Короче, газ максимально. Короче, давай, газ ставим. Погнали. 150. Ой-ой-ой-ой. Пролетели. Нафиг надо, ребята. Давай дуем отсюда. 80 будем лететь. Чтобы быстрее пролететь. Четвертая. Тормозов тут вообще не увидите. Тормоза тут близко не стояли с вами. Какие становиться будем? Не знаю. Не понял. Заходи, флоткос. И я читаю. Почачка ловит. И дай бог, она сейчас сломается. Смотри, дорогу держит. Резина. Дорогу держит. Все. Нафиг. Во. Мы на берегу. Не хочу рисковать. Вообще не хочу рисковать. Близко не хочу рисковать. Не стали рисковать. Ну и подъемчик. И говорю, давай первая пониженная. Попробуем. Резину твою интересную. Бежит всего, Игорь, его не блокируй. Так. Не едет он. Подъемчик. Ну, он есть. Он здесь не чувствуется. Вот так, наверное, примерно. Или так. Так, наверное. По картинке. Давай. Блокируйся, блокируйся. Сейчас заблокируется. Посмотрим. У меня просто есть цепи. Хочу попробовать. Помогут, не помогут. Тяжело ему. Вот так вот. То есть машина встала на подъем. И на это резине автомобиль у нас не выезжает. Попробуем входом. Вот он выехал. Сейчас попробуем мой автомобиль. Смотрим мой автомобиль. Первая пониженная. Что-то Артем вообще у меня не стесняется. По снегу полез. Ну, намного легче, да? Просто на малых газах, на первой пониженной, на липучке заехал. Проехать. Нам нужно в лес проехать. Давай, поехали. Посмотрим. Будем использовать лебедку. Я думаю, мы не зря лебедку поставили. Лебедочка. Для того, чтобы начать пользоваться лебедкой, мы сначала включаем питание. Подаем питание на лебедку. Для того, чтобы распустить лебедку, можно повернуть. И вытягиваем. Держись. Берем. Тянем. Погнали. 23 метра. Ну, около 25 метров лебедки у нас. Вытягиваем. Давай, мотай, мотай, мотай. Я держу машину на тормозах. Мотай. Видите, как лебедкой? Вообще просто, да? Не надо дергать, ничего. Но нам надо туда пробиться. Беру вторая по нижней. Газу. Газу. Газу, 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 газу. Так. Не получилось у сына проехать. А, все. Посмотри, ползет. Молодец. Молодец. Я уж хотел идти помогать. Справится. Пока не справляется у нас, не вас. Пока не хочет. Ну, во-первых, у нас лифт. Ну, чуть повыше машина, конечно. За счет этого, наверное, выехала. Ну, и, наверное, из-за резины. Хотя, говорят, короткие машины, они как бы в проходиме. Спасательная миссия. Сейчас мы его, наверное, забуксируем. И подтянем. Там в лес приедем уже. Пожарим колбаски, покушаем, наверное, попьем чайку. Итак, у нас есть новый динамический трос от T+. Между прочим, это какой-то про тонкий, но крепкий. Держи. Сейчас тебя протяжем. Выцепляю за шакал. Первый раз буду его пробовать. Динамика. Вообще, продукция от T+. Мне нравится. Очень много всего. Между прочим, у меня цепи там лежат. Можно будет попробовать здесь покататься. Вот так вот зацепляем его. Еще у меня для лебедки удлинитель, между прочим, есть. Тоже от T+. Сейчас мы остановились, чтобы перекусить. Так сказать, в середине Башкирии, где снега. Ребята, он гламурный, в кашовках, короче, такие все. Жизни не знают еще. Надо вот в чем ездить. Ну, это ладно, научиться. Чай стоит. Паштетик. Сейчас мы сковородочку возьмем. Сосиски там, сарадыречки. Прикольненько сейчас мы бабахнем. Короче, баллоны все замерзли. Один баллон теплый, который более-менее горит. Нагрели, и у нас дело пошло. Сейчас мы уже согреемся. Тебе я? Тебе я? Тащим. Сами еле едем. Но нужно как-то на площадку выехать и разворачивать его. Моя кроме дерево. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...